Вы сказали что-нибудь про вашу школу и про ваш фонд? Эта школа была главная школа, где-то 5-7 лет назад была открыта школа, точнее школа существовала, и я 10 лет была директором этой школы, ввела очень активную деятельность более 40 мероприятий в год. То есть практически каждую неделю по одному в новом мероприятии, была очень активная деятельность, и в общем-то школу мы подняли достаточно хорошую работу. Но, наверное, одна, есть ли какая-нибудь связь у выпускников вашей школы, бывших ваших учеников с Петербургом или нет? Или с Россией? Нет, школа находится в Ереване далеко очень удобно, даже как я сказала, она сказала, это как-то не может быть, а петербургом делать знакомых маленьких стратегий, одна и даже не так. Мы сейчас будем закругляться, но хочу сказать хотя бы несколько вещей, которые можно озвучить. Что мы можем делать? Ну, очень многие, я могу сказать, что, наверное, 100% армяно-армянской общины не знали про вашу семью, не знали про вашего деда. Что будут узнавать, мы будем распространять. И такие люди, как ваш дед и ваша мама, ну, если человек был 110 лет назад здесь, в Петербурге, и его, ну, значимым человеком, кто интересуется, кто не знает, может познакомиться с этим, то такие имена, конечно, нужно сохранять и пропагандировать. Но, сейчас, на вопрос, что мы можем делать, чтобы делать шаг вперед, правильно, а раньше? Что? Например, то, что мы говорили с вами, и, возможно, продолжим, это вот с этими чашами, да? Я вас слово скажу, а потом вы послушали то видео, которое я вам прислал. Нет, я... Видео с чашами посмотрели или нет? Нет, 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 нет. Ну, потом посмотрите, я скажу. Так. Прошу, секундочку, я скажу, что случилось. То 10 лет старшего Пеатровского было в прошлом году. В честь этого младший Пеатровский, который директор Эрмитажа, в Эрмитажном театре собрал полуумный зал, и там говорилось о его акции. 70% разговоров было об Армении, потому что очень многое там провел времени, и его жена армянка, Левсиния, мы знаем. И он также говорил о урар-дум и о раскопках, которые были в урар-думе. В урар-думе были найдены чаши. Бронзовые чаши, мерные чаши. Эти чаши были инструментами. Это не просто чаши, а будто бы кушали хаш или супчик, куриный. Это чаши музыкальные инструменты. Каждая чаша обладала звуком. Своеобразно. На сцену в Эрмитажном театре, при полном зале, профессора, академики сидят, груздолик, женщина, и начинает на этой чаше играть и петь. Ух, отместные подбородки. К этим чаши не имеют отношения и мать, руна Вилетовна, она из Михайловны Цицикьян, которая известна из припачка, о которой, кто может, пришел, о которой у нас был разговор час назад, и мы посмотрели фильм. То есть, чаши, древнейшие музыкальные инструменты. Несколько тысяч лет назад наши предки использовали их играть. То есть, если сейчас можно это восстановить, я сейчас напомню, Нунэ, Елена, и она поделится в двух словах. Ее ученики, ее знакомые, как Ереваня играют, и это можно было бы продолжить вместе с Эрмитажем. Я скажу, через несколько дней из Москвы приезжает мой группа, который, кстати, может быть, Михаил, ваш сын, знает его, сын, ну, наверное, в Москве живет, и в нашей группе физики, и так далее. И будет презентация фильма «Вермитажем», который тоже мы имеем отношения. Недавно был фильм показан по телевидению про Азнаура. Наши общины непосредственно отношения к этому фильму. Есть много событий, которые 99% армян нашей общины, понятниками, никогда не будут иметь, если не будем говорить общарские. А мы с Паркосом, я не знаю, что это было. Он свободный. Есть сайт нашей общины, автономии. Сайт автономии, заходишь, и там сразу этот фильм. И много чего. Просто люди не приходят, не смотрят. Я скажу. Недавно, скажите, пожалуйста, про чаши, про вашего знакомого молодого и ученика, который на них играл. Двух слова. Я была в музее, и только в высокогласии, директора, вы взяла балбанку с этих чашек. И сама создала на основе этой балбанки новые чаши. 8 штук. Эти эти штук мы не просто отлили, а просто выбирали звуковое качество. И даже делают проверку за знакомым адресом. Потом этими чашами, на эти чашки играл ученик моей школы. И еще один молодой ударный ударник, специалист по ударным инструментам, он играл на юбилея на этих целях, на этих чашках. Это как бы, например, ниточку, связь и голос. Да, да, скажите. Насколько я знаю, задайте вопрос. Да. У Англии, хотя бы была скрипка итальянского. Спрашиваю, Юрий Николаевич, про скрипку итальянскую, которая была у вашей матери. Она есть, она есть, она была в итальянском. Но вы тоже же играли, нет, не играете? Да. То есть, хорошо, вот так, подводя итог, извините, что, думаю, хочу заглушить, потому что, ну, так, по нашему расписанию, скажите, пожалуйста, в двух словах, мы с вами немножко поговорили, вы нас услышали немножко. Я думаю, что есть вероятность и надо, чтобы продолжить контакты, так сказать, рабочий порядок, идти невероятно по интернету и так далее, посмотреть, что мы можем согласно сделать, включая то, что вы говорили, например, насчет возможных ваших знакомств, залов, в Армении, если отсюда кто-то поедет. Ну, если не будет информационного обмена, и задач не будет, мы можем жить как разный космос, продолжать жить. Мы сами по себе здесь, мы сами по себе там. Но я думаю, что мы можем сделать шаг на встречу, правильно? Безусловно, ваши идеи великолепные. Я приветствую и благодарю вас за вашу деятельность, за вашу, как бы, патриотизм, что вы так много стараетесь. Успехи вас, я так стараюсь, как вы играли, стараюсь. Спасибо. С помощью смогу и буду организовать концерты, если вы захотите прийти к участникам. Пусть меня интересует, она как разрубка стал, а спорит, так, как вы. Поэтому так, если не помочь и обещать, то залу помочь и организовать, и так же, кому помочь и организовать, если надо. У нас присутствует человек, который учился в университете вместе с младшим Ядровским. Я сейчас его спрошу, это Эдуард Николаевич Моссесов. Наверное, он тоже знал старшего Ядровского, да? Или нет? Ну, Борис Борисович, он педорогом. А, педорогом даже. То есть, не интересен, посмотрите. Сегодня мы за час-полтора познакомились с... Ну, не то, что познакомились, связали с Георгием Николаевичем, который здесь не был никогда. В церкви, но здесь нет. Есть, была у нас Нюне, значит, Арухимян Аспру, которая тоже является родственником. У нас сегодня праздник, потому что пришел человек, который 70 лет в Петербурге живет. Да, 70? 71. И здесь тоже не был, сегодня пришел. Мы узнали о вас, вы узнали о нас. То есть, давайте продолжим, но без всяких эмоций. Будем дружить домами. Да. И здесь, я, 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 деньги, кинь, возьму и карту. А, судьба идет чаш, где находится шеферметаж, я не знаю. Чаш нашли в Армении, старший Диатровский нашел сотни и сотни чаш. И верметаж? Отвечаю, сотни и сотни. Часть привезли сюда в советское время. Часть даже раздали другим музеям в другие страны. Много есть в Армении. А то, что говорит Муря Велевна, она сама сделала такую чашу. То есть, если наши предки тысячи лет назад могли так и чаши сделать, почему Армянская община Петербурга задает вопрос о чужих чашах? Сами должны сделать. Супай, вот, как на регерметаж? Нет, потому что чаши не есть. Керметаж тоже есть. Чаши и угли. Баган, к какому веку относят чаши? К какому веку чаши? Которые найдут? Это первое пищеведение нашей эры, по-моему. Первое пищеведение. Но чаши не могли взять из музея. Во-первых, они отголодые. Во-вторых, они без грудья. Кто бы нам дал музей, на эту баганскую, на нем играть? Поэтому я вам второе пищеведение. Так, с вашего... Хорошо. После разговора с вами как попрощаемся, я включу маленький клик трех минут, и как эти чаши играют, чтобы вы увидели. Хорошо. Ну, наверное, если нету других вопросов, мы тихо-тихо закончим. Но с вами на связи остаемся вообще... Мы еще ни разу будем общаться. Компакты есть? Компакты, спасибо. Напомним, что фильм, который мы смотрели, сделал сын Нунай Веленовны, Михаил Шахназаров, который живет в Москве. И талантливый режиссер, патриот и так далее. Вот тот, который сидел справа и комментировал фильм, и это повез сын. Так что мир тесен. Мы найдем еще много общих знакомых и так далее. Все обняли знакомые и родственники друг к другу. Большое спасибо, что уделили внимание. Извините, что у нас за эклама не поменялся. Вам спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. Большое-большое спасибо. Всего доброго. Сейчас я включу чаши, посмотрите, как они играют. И, кстати, про эти чаши тоже. И на сайте есть. И так далее. Но я могу сто раз повторить, я не могу сам. Но это правда есть. Это интересно. Когда объявляют Эрмитар, что приходите посмотреть, как армянские чашки звонят, а там пришел приспален человек. Когда музыканты лицей говорит Мицицикяна передает мероприятие в интернете пишем Сицикяна. Такой Сицикя, ладно. Ну так уже, наверное, как что-то. Два человека за школу. Я и Афин. Оттуда пошло, ну, я не знаю, половина, может, пришли людей. Очень интересная эта роль, судьба. Сейчас нашел чаши. А ты не смотришь. Чего? Интернете есть, правда. Ага. Есть. Сто процентов людей в Петербурге, армян, понятия не имеют. Понятия не имеют. Все. Ну, если вы только раз пришли за сколько лет, почему другие должны стать затягивать? Нет. Меня не затягивают. А знаете, сколько есть? Так, все затягивают. А? Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, давай, 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 давай. Все хорошо, все. То есть, по чашам, это гениально бишь, пока это будет интернет-мастин. И так далее? То есть, что? Ну, там, по-сам. Не, не, чашам, раздавайте. Когда-нибудь в Михайловском или там, не знаю, какая у нас капелля или где-то, в консерватории, будет афишами сеть. Вот я сейчас говорю, а может быть через полгода или год это будет, и туда люди будут приходить, где они платить, чтобы увидеть, как ни одна женщина или учить. Это именно оркестр армянских чаш трех тысячелетней давности. Хорошо, где? Хотя. Так, как я политически все делаю, да, значит, эти чаши были у верминтажа показаны и озвучены через минуту, когда Тамбург-Уильхам сказал, что Ириман это азербайджанский город. И это пост в Фейсбуке, который никто... Пост... Пост в интернете назывался ответ... Аплет... Вот я читаю сейчас. Эм... Банен. Аплет. Аплет. 2800-летний чаши армянского царя Сардури II. Так, сперва я показываю. Раз, так. Учитываю. Я отметил, я не помню, не знаю. Это я снимал плохим, вот этим, попечным смартфоном. Внимательно. Ирина Михайлова, Эрмилажный театр, Курошки-Горы. В первый ряду наш послушник. Послушайте. Анжел, дай. Каждая человечка имеет отдельный звук. Анжел, дай. 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 Анжел, дай.